ОМТВЮА про Головне. Садулаев родился в Дагестане. Он военнослужащий спортивной команды при управлении Северо-Кавказского округа войск Росгвардии. Ему присвоено воинское звание младшего сержанта. В феврале 2024 года Садулаева не впустили в Румынию по шенгенской визе и спортсмен не смог принять участие в чемпионате Европы. Абдурашида Садулаева не пустили в Румынию. Двукратному олимпийскому чемпиону отказали во въезде в страну, в аэропорту Бухареста по неизвестным причинам. Вы понимаете, что это такое происходит или нет? Что случилось? Почему все это происходит? Скажите, сколько еще тысяч мы должны убить? В марте 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Садулаев участвовал в митинге-концерте в Лужниках, посвященном восьмой годовщине оккупации Крыма и Севастополя Россией. Также его упоминали в письме украинских футболистов президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором спортсмены призвали не допустить участия в Олимпиаде россиян, поддерживающих военную агрессию России против Украины. Садулаеву 27 лет. Он двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы по вольной борьбе. Борец был знаменосцем российской команды на церемонии закрытия Олимпиады в Токио. Однако поддержка убийств украинцев и захвата украинских территорий лишила Садулаева не только разума, но и карьеры. Боже, яки кончены. Вы не понимаете, мы вас пока окончательно не решим. Нацизма не должно быть. Вы нацисты. Киев, мать городов русских. А вы на этом остановитесь? Нет, Киев, Львов. А где остановитесь? Смотря как-то вести будет. А где остановитесь? Ну, когда на, тогда остановимся. А где остановимся? Ну, я вот сегодня говорил. Может быть, Стоунхендж? Все. После ударов беспилотников по российской Елабуге и Нижнекамску глава Татарстана призвал предприятия региона не надеяться на средства противовоздушной обороны и самостоятельно защищаться от дронов. Рустам Миниханов отметил, что самые поражаемые участки – это энергетика и связанные с этой сферой производства. Он призвал экстренные службы всегда быть на готове, иметь запасы и дополнительные бригады. В то же время президент Украины Владимир Зеленский посоветовал международным организациям, которые осуждают атаки украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам, посетить украинские города, которые постоянно обстреливаются Россией. Тем временем в украинской разведке заметили, что во время ударов по объектам в Татарстане оружие иностранного производства не использовалось. Интересным моментом является то, что часть разрушений других соседних объектов – это следствие действий российской, так называемой, противовоздушной противоракетной обороны. Это не первый раз, когда, пытаясь сбивать какие-то цели, они сами себе еще больше вредят. Мы можем констатировать, что в этих событиях оружие иностранного производства наших партнеров не использовалось. Это факт. А то, что украинская отрасль производства беспилотных летательных аппаратов развивается и развивается очень динамично – это тоже факт. Этого не стоит скрывать. Вы же нас обманули. Десятки людей в Крокус-Сити погибли, потому что при его строительстве и оборудовании использовали опасные горючие материалы. Например, горючая отделка стен и деревянное кресло. Это сообщили в правоохранительных органах. Из-за такой отделки огонь в концертном зале быстро распространился, и пожарная система просто не смогла его потушить. И я напомню, что большинство людей в Крокус-Сити погибли именно из-за пожара. И этих жертв можно было избежать, если бы дружок Путина, владелец Крокуса, а раз Агаларов, не экономил бы на строительстве. Мы всегда это делали. И делаем сейчас. Казни египетские обрушились на город, захваченный сатанистами. Есть у них и другая артиллерия, да, есть и дроны, которые можно издалека запускать. В Москве вчера весь день бушевал ураган. Ночью порывы достигали 25 метров в секунду. Из-за урагана погибли два человека. Как минимум 17 получили различные травмы. Ветер бил стекла, повредил фасады зданий, а упавшие деревья разбили десятки автомобилей. В Подольске дерево рухнуло на десятилетнюю девочку. Ее отвезли в больницу. Ураган стих только к утру. В Химках еще одно стихийное бедствие. Там талая вода затопила подвалы и парковки в жилых домах. В некоторых отключили электричество. Жители жалуются, что власти никак не справляются с ситуацией. Откачать воду до сих пор не удалось. И люди второй день сидят без света. А сейчас гениальное видео из Алтайского края. Это Алексей Дуров, глава сельсовета в селе Солнечное, которое полностью затопило талой водой. Он пожаловался на бездействие районных властей, которые ничего не делают для борьбы со стихией. Поставили две единицы техники, делают видимо, что мы сборимся за стихией. Здесь воду берет, сюда закачивает. И она по кольцу двое суток гоняем, гоняем. Абсолютно бессмысленно. Вода идет, бьет в подвалы, во дворы. Затопило полностью, ударило канализацию. Вот результат управленческого решения администрации Первомайского района. И еще одно видео из Алтайского края. Это дорога из Барнаула в Камень-Наби. Талая вода полностью затопила трассу. Несколько фур перевернулось. На видео видно, что водителя спасаются, просто забравшись на перевернутый автомобиль. В Алтайском крае из-за паводка объявили вообще чрезвычайную ситуацию. Однако местный губернатор Виктор Томенко уже доложил Путину, что ситуация стабилизируется. Вода уходит. А министр МЧС контролирует ситуацию. И вы сами все видели. Цель как можно сильнее ослабить Россию. Безумная новость от Кадырова. Как обычно, он попросил чиновников оплатить долги чеченцев за продукты. Он рассказал на совещании, что оказывается в республике очень много бедных людей. Мы-то не знали. Которые залезают в долги, чтобы купить самое необходимое. И представляете, он сидел-то, правил и не знал об этом. И получил только смс-ку от своей дочери, которая, как и все его родственники, занимает высокий пост в правительстве. Это она ему сообщила. И чиновники на предложение Кадырова ответили аплодисментами. Они тоже, оказывается, не знали. Оказывается, вообще никто не знал, что в Чечне каждая третья семья живет за чертой бедности. Но теперь-то царь местный, царек, все знает. Да, было бы смешно, если бы не было так грустно. Они сейчас обсуждают, какое они количество жертв России нанесли. Там 60, 70 тысяч, 120 тысяч и так далее. Продолжение следует...